всем привет несколько лет назад сделал такое вот устройство это вентилятор высокого давления центробежного типа совмещенный с бесколлекторным электродвигателем видео о его изготовлении есть на канале сейчас сверху появится подсказка сделан он для того чтобы сдувать стружку и охлаждать фрезу во время работы моего станка дует он конечно очень хорошо даже избыточно я его использую в половину скорости но я решил узнать а какое именно давление он может дать то есть насколько он может сильно сжать воздух вообще для вентилятора давление это вторичный параметр оно нужно только для преодоления сопротивления вент-канале более важно количество воздуха который вентилятор выдает за секунду сегодня же я буду использовать этот вентилятор в роли плохого компрессора такой центробежный компрессор есть у вас под капотом авто если у вас двигатель с турбонаддувом и например в небольших турбореактивных двигателях принцип работы центробежного компрессора довольно простой есть рабочее колесо которое как правило довольно быстро вращается воздух засасывается в центре увлекается лопатками немного сжимается и на большой скорости попадает в диффузор это такой постепенно расширяющийся канал диффузоры бывают разные может быть улитка с одним выходом как у меня может быть улитка с двумя выходами либо может быть вообще лопаточный диффузор то есть вот это рабочее колесо которое крутится лопаточный диффузор просто такие лопатки в диффузоре скорость потока падает а статическое давление растет вот и все в принципе и так о каких давлениях идет речь атмосферное давление это 101 примерно сто одна тысяча паскалей один бар это сто тысяч паскалей вентилятора высокого давления дают тысячу две ну может 5000 паскалей вентилятор высокого давления будет 5000 паскалей то есть допустим если у нас есть 100 литров воздуха то вот такой вентилятор может эти 100 литров воздуха сжать до 95 литров ну совсем немножко центробежный компрессор и сжимает воздух гораздо сильнее у меня в машине в двигателе степень повышения давления 2 то есть воздух сжимается в два раза то есть со 100 литров это компрессор может сжать до 6 до 50 литров степень повышения кстати обозначается буквой пи то есть для центробежного компрессора пи равно двум в первых турбореактивных двигателях такие компрессор сжимали воздух до в три раза то есть пи было три каком-то ролике видел как к маленький турбореактивный двигатель работал при степени сжатия пи было 1 и 3 то есть получается избыточное давление было 30000 паскалей вот как раз такие цифры два или в три раза это типичные значения для центробежного компрессора одноступенчатого в котором только одно колесо так от чего же зависит давление которое развивает центробежный компрессор немного давление зависит от формы лопаток на рабочем колесе у лопаток загнутых назад по ходу вращения у них развиваемое давление меньше но кпд больше у лопаток загнутых вперед по вращению давление больше но кпд меньше сейчас обычно использую только вот такие вот загнутые назад лопатки ну и еще третий вариант это когда радиально расположены лопатки это что-то среднее то есть и большое давление и большой кпд просто радиальные такие лопатки легко сделать и они применялись на на заре авиации скажем так также давление зависит от зазоров в компрессоре то есть если так посмотреть у меня здесь зазоры огромные с одной стороны миллиметр с другой два миллиметра и колесо по правильному должно быть утоплено у меня здесь она торчит чтобы только лопатки торчали но самое главное это окружная скорость рабочего колеса то есть вот это вот скорость в ну или также она пересчитывается в обороты через диаметр тут вообще зависимость квадратичная то есть увеличивая скорость или обороты в два раза давление растет в четыре раза так это давление это скорость то есть примерно все идет как по параболе именно в этом разница между вентилятором и компрессором вентиляторы работают на тысячах оборотах где-то вот здесь вот и поэтому давление они создают маленькая центробежные компрессоры работают на десятках тысячах или даже на сотнях тысяч оборотов допустим где-то вот здесь соответственно давление намного больше создают окружная скорость обычно в пределах 300 метров за секунду и кстати именно вот из-за этого графика есть turbo яма двигателях с наддувом если резко дать газ то турбина и компрессор не успевает быстро раскрутиться а на малых оборотах давление вообще не развивается у меня диаметр рабочего колеса вот этот 58 миллиметров ну будем считать 60 миллиметров максимальные обороты 19-20 тысяч 19-20 тысяч оборотов в минуту на двадцати тысячах окружная скорость примерно вот здесь вот будет у меня 60 метров в секунду то есть и давление будет если вот взять 300 метров за секунду здесь разница в пять раз но так как зависимость квадратичная то у меня давление будет в 25 раз меньше в 25 раз меньше то есть если допустим на 300 метров в секунду мое бы колесо дала бы допустим пи 2 то есть сжимала бы воздух в два раза то на 60 метров в секунду мой вентилятор будет 25 раз меньше сжимать то есть он должен выдавать давление примерно 4000 паскалей небольшое дело в том что у меня этот вентилятор работает от слабого контроллера на 12 вольт 3 ампера ну а по факту потребляет вообще полтора ампера и больше оборотов набрать не может я хотел разогнать его посильнее и подключал контроллеру на 36 вольт 15 ампер и там конечно обороты были гораздо больше страшно стоять рядом было но давление тогда не мерил а контроллер этот уже умер поэтому будем пользоваться тем что есть просто попробую на этом маленьком контроллере поднять напряжение до 20 вольт может обороты подрастут давление я буду мерить с помощью бутылки и двух трубок то есть будет у меня бутылка и две трубки тут будет водичка одна трубка длинная высокая и 2 чтобы подавать давление в общем когда сюда подавать давление то этим давлением воду вот в этой трубке будет подымать до какого-то уровня и уже буду смотреть на высоту поднятия столба жидкости в трубке можно будет померить давление получается 10 метров если вода в трубке подымется на 10 метров то это будет избыточное давление 1 бар если один метр то это будет 0 1 бар или десять тысяч паскалей ну и каждое десять сантиметров это равно 1000 паскалей то есть вот что я тут намерил 4000 паскалей у меня должна вот эта трубка подняться не трубка вода в трубке должна подняться на 40 сантиметров ну по расчету как я буду проводить эксперимент сначала я хочу померить давление при 10 тысячах оборотов потом я хочу померить при 20 тысячах оборотов и потом еще я хочу вот эти зазоры уменьшить и померить то же самое ну и посмотрю насколько влияет хорошая подгонка деталей так а Продолжение следует... Давление померил, сейчас хочу уменьшить зазоры. Зазоры я буду уменьшать с помощью парафина. Сейчас расплавлю эту свечку и кисточкой нанесу на корпус. Но если будет лишнее, то оно просто сотрется колесом. И должны быть минимальные зазоры. И посмотрим, какое давление будет. Нанес парафин. Сейчас покручу шуруповертом с другой стороны. Приработаю. Получилась у меня такая таблица. Это у меня обороты фактически. Это окружная скорость на периферии колеса. То есть для моего колеса диаметром 58 мм. Такая скорость получается окружная. Это давление с большим зазором. А это давление, когда я уменьшу зазор, давление с маленьким зазором. На этом контроллере очень трудно выставить обороты какие-то точные. Поэтому здесь есть пустые места. Видно, что уменьшение зазора благоприятно влияет на давление. На величину давления. То есть у меня мой компрессор набирает давление быстрее на меньших оборотах, чем с большим зазором. Но прям не очень сильно. То есть на маленьких оборотах вообще я не заметил какой-то разницы. Вот здесь есть 15200, 1900 паскалей и 15600. То есть немножко раньше он набирает. То есть в принципе на давление, уменьшение зазора влияет, но не так сильно. Там процентов на 10. Ну хотя к слову сказать, что у меня высота лопаток меньше, чем сам проходной канал. То есть у меня вот так было. Здесь выход воздуха. То есть вот этот зазор я уменьшил. Но вот здесь есть пустое место. И получается воздух может вот так по кругу тут гулять. То есть еще можно улучшить. Зато по-видимому КПД очень сильно увеличилось. То есть если раньше при большом зазоре мой контроллер мог разогнать крыльчатку только до 23000 оборотов, то теперь с маленьким зазором он разгоняется до 26000, ну почти 27000. То есть коэффициент полезного действия вырос. То есть пропала вот эта вот перетечка вредная у воздуха. И компрессор смог набрать большие обороты. Причем значительно, где-то здесь процентов на 20 получается. Ну и чтобы все обобщить, я еще график нарисовал такой. Здесь у нас давление в килопаскалях. Здесь окружная скорость в метрах за секунду. И вот здесь видно, что это как бы такое начало параболы. Например, если взять давление, создаваемое при скорости 30 метров за секунду, оно где-то 0,8 килопаскаля. И если увеличить скорость вдвое до 60, то примерно так по графику получается давление где-то 3,2 килопаскаля. То есть как раз увеличили скорость мы в два раза, а давление выросло в четыре раза. И вот так можно увеличивать дальше обороты, давление будет расти. То есть увеличиваем обороты в два раза, давление растет в четыре раза. Ну, конечно, не до бесконечности, потому что центробежная сила тоже растет. И со временем просто лопатки не выдержат, оторвутся. Ну, у меня тут, скорее всего, первым не выдержит это ротор. Если бы еще на него какой-то бандаж сделать из стекловолокна или углеволокна, то я думаю, до каких-то оборотов, тысячи до ста, его можно разогнать. Хотя, скорее всего, тут уже не хватит мощности. Вот такое сегодня видео получилось интересное. По книжкам какие-то формулы, конечно, можно знать, но гораздо интереснее на реальном примере провести какой-то опыт и убедиться, что в принципе получается похоже, как по книжке. На этом знакомство с центробежными компрессорами у нас сегодня заканчивается. Кому понравилось, кому было интересно, ставим лайк, подписываемся на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok